ну что поехали проходим тест на лучшее философское учение да сизм философия подчеркивающая недеяние увы восприимчивость спонтанность силу мягкости релятивизм человеческих ценностей поиск долгой жизни в центре доктрины учения о дау законе и абсолюте описание типа пойдет допустим пойдет окей олрайт окей окей хорошо хорошо пойдет я ничего против не имею просто но могло могло быть сложнее но понятно что здесь количество символов ограничено пусть будет морали абсолютизм какой морали абсолютизм какой конкретной моральной системы какая антология какая там не загнасиология какое этому учение она не целостная даже философия существования только одного источника нравственных норм значимость которых признается универсальной и ничем не ограниченной по этой теории существуют абсолютные стандарты так проблема заключается в том что моральный абсолютизм это просто группировка разных позиций разных учений до разных позиций разных учений по вопросам морали но многие из которых могут быть морально абсолютными моральный абсолютизм да но при этом внутри них разные моральные ценности разные не знаю способы поступать правильно или неправильно здесь уже с моральным абсолютизмом не вот это не нравится эта хуйня вообще с анархизм политическое вообще учение что какой античный минус а плат античный мистический орден розы и креста еще может знаете типа быть какой-то единой группой там единой группы убеждений то есть учением да но окей анархизм анархизм блять что философия проповедующая анархию отрицающая всякую государственную власть организованную политическую борьбу анархисты отрицают полезность подавления одних людей другими ахуена а морг а морг сформирован чтобы исследовать тайны жизни природные явления и инициативную духовность а морг также утверждает что среди их наиболее уважаемых ученых были фараон эханатон и нефертити чего блять за хуйня спасибо аноним чего за хуйню мы сейчас разгадываем что происходит что куда я попал с одной стороны до тесте на лучшие философские учения тесте на лучшие философские учения мы блять мы неожиданно выбираем между анархизмом анархизмом да с одной стороны с другой стороны античным мистическим орденом розы и креста ёбаный в рот но слушайте ладно анархизм пусть будет я честно чё блять кац нахуй то делает блять мета и мета этика блять как учение философская еще и кат здесь ахуенно то есть мета этика это оказывается философское учение это не дисциплина мета этика до отдельно это блять учение так еще и кац видим еще основатель я хуй знает что они его туда поместили да ебать просто тут каждый пункт с ошибками так моральная философия который анализирует фундаментальные концепции этики ссылки и значения на эти когда философия это же самое что если бы они написали вот философские учения у вас этика эстетика антология гнасиологи от приблизительно вот так куда тот же уровень буквально тот же уровень ну что но мета этика это как отдельная дисциплина здесь просто полагается понимаете в чем дело такое ощущение что андрюха лимон блять создавал этот тест честно говоря не меньше я честно говоря нихуя не понимаю либертинизм философия что лишает человека большинство моральных принципов чувства ответственности или половых ограничений либертинизм рассматривается как крайняя форма гедонизма ну ладно да действительно лемон не настолько плох ну блять ну смотрите мы сравниваем философскую дисциплину мета этику с либертинизмом блять это же блять это как сравнивать не знаю бутылку и бутыльность эти по платону просто просто бутыльность свойства быть бутылкой нахуй что за хуйня вообще просто блять как из этого выбрать как из этого выбрать что по какому критерию как их сравнивать ну мета этика она просто больше иде идеализм блять учение идеализм сука ты ебаный в рот группа метафизических взглядов группы это тут даже в тут написано что это группа блять метафизических взглядов которые утверждают что реальность неотличимы неотделима от человеческого восприятия или понимания делится на субъективный и объективный а почему определение субъективного идеализма выше дано они вообще да нет джондо это как если бы мы бы в одном случае был предложен один сорт чая а в другом случае все чаи вместе взятые ты такой чего блять идеализм постмодернизм характеризуется плюрализмом отказом от попыток привести мир в систему утверждения мышления вне оппозиции децентрации все относительно запятая в общем нет сложности похуй пусть будет постмодернизм небу а блять а никуя тебе реально учение не шанс вот это да и там даже смотрите даже в описании что это философское учение написано браво браво это первый пункт который реально совпал вот это вот это нихуя себе анархо-пацифизм да блять какой-то филот во-первых она не философское это учение но она скорее из политической философии она не в целом короче не анархо-пацифизм вообще нет но это един пока что здесь из всего что о о кантианство но радикали феминист смотрите 22 учения два учения есть кантианство не шанс то пойдет ну вообще на самом деле не шанс то можно тоже рассматривать как некую группу учений но это хотя бы более-менее похоже на учение и кантианство похоже на учения согласен окей радикали феминиста пошел нахуй просто не считается тупо два совпадения буддизм религиозно-философское учение о духовном пробуждении бодхисаттва основанием учения считается ситуация нам надо иррационализм философская концепция учения философские концепции и учения чел который составлял этот тест но ты подумай что ты делаешь ты посмотри какие-то определения даешь же ты правильное определение там внизу даешь ты говоришь выберите лучшее философское учение да не вопрос выбираю выбираю но что я вижу нет меня заставляют выбирать между буддизмом вот реально учение на самом деле тоже группа учений в некотором роде но они все хотя бы объединены по принципу того что там буду основатель там всего да у него были ученики там вот это вот учение по-разному развивалась все из одной точки вот так вот растет так и рационализм это вообще плитера ли все кроме рационализма вот просто вдумайтесь да есть рационализм и иррационализм причем надо рационализм мы можем рассматривать то не как учение тоже как группа учений достаточно большую но если мы берем хотя бы рационализм нового времени как таковой да мы можем ограничить эту группу ну блять иррационализм это очень просто пиздец это вот просто все вокруг вообще все все кроме там науки иррационализма но здесь просто буддизм выберу потому что это похоже на учение феминизм рационализм рационализм философия согласно которой с новой познание действия людей является разум феминизм философия направленная на расширение политических экономических личных и социальных прав для женщины преодоления сексизма не путать с радикальной ветвью какой нахуй радикальной ветвью что чтобы не путать видимо с радикальным феминизм ребят не путайте феминизм с радикальным феминизмом это другое нет реально другое потому что радикали феминизм это часть феминизма да это одна из его разновидностей это ну как бы да другое но такое что включает себя ты чё авто есть и был радикальный феминизм точно же я же его просто уничтожил прошу прощения ну типа найти рационализм это хоть на философию похоже давайте возьмем папа 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 да ну не уж то не уж то ну опять же пантеистических учений разных много 1 1 до проемчик когда как и рационалистических кстати тоже много вот пантеистических тоже много но это уже хотя бы поуже ну и трансцендентализм основные идеи социальное равенство людей духовное сознание самая важная ценность индивидуальность это похоже вот это вот вот это больше похоже на учение да 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 всякие там измы социализм гигельянство но социализм тоже большая группа разных учений гигельянство реально философское учение поздравляю оба философские учения ну да 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 но опять же прагматизм тоже можно рассматривать как группу из нескольких но похуй то здесь можно смотрите когда мы имеем дело там что у нас есть нитша там есть его из нитшанства есть его ученики которые очень разные но мы можем сказать что это часть одного учения что они не очень далеко ушли не очень далеко там распластались у нас есть довольно четкие признаки чтобы отделить одно от другое с прагматизмом та же хуйня но картезианство вообще здесь подходит прагматизм картезианство прагматизм картезианство да шо одно шо другое без разницы на самом деле но прагматические многие заходы в общем то мне свойственно нередко да я не против прагматических заходов правда я главную догму прагматизма отвергают о том что мы вообще можем истинность той или иной идеи или теории рассматривать соответствие с полезностью и практичностью да мне то есть типа чего кажется это очень странным мне кажется это когда просто знаете голый пришел поиграть шахматы и просто перевернул доску и насрал на голову своему оппоненту и типа вот так вот мне это видится в целом переначал все понятия и начал делать вид что он как такой важный соответственно но окей прагматизм все же все же многие заходы прагматиков мне не чужды не чужды я их в аргументации нередко использую там я с ними нередко работаю так что мы не само учение правда не разделяю картезианство но очень важное философское учение именно учение здесь все хорошо и она крайне было влиятельно но крайне важно но крайне важно для становления научного мировоззрения кстати в том числе а выбор тяжелый здесь действительно выбор хороший выбор тяжелый выбор тяжелый потому что ну и то и то в принципе ну прагматизм не наверно самому поближе будет на картезианство более влиятельное допустим о неоплатонизм о нигилизм но кто сейчас картезианец но я поэтому картезианцев и выбрал потому что их сейчас мало ну кто сейчас кто похож на картезианцев ну например какой-нибудь там не начал мир всякий всякого рода дуалисты по вопросам сознания и так далее но нигилизма понятно что они существуют да это выдуманная но неоплатонизм реально философское учение но нигилизм как бы до оппоненты всякого рода нигилизма пытаются выставить нигилизм как набор определенных конкретных убеждений поэтому в глазах некоторых людей нигилизм может реально выступать как некое учение то есть здесь тоже знаете такой просто спорный моментик на котором мы ну которому мы доебываться не будем вот до всего чего могли мы уже пока доебались на и платонизм школа философии самаши третьи веки нашей эры да все правильно это школа кредитации планическими да окей но опять же неоплатонизм но на каком-то уровне тоже разветвляющаяся череда таких вот разных школ довольно разными убеждениями довольно разные антологии но она похожа у них есть общие черты которые позволяют им быть неоплатонизмом называться но это довольно разные школы с довольно разными антологическими в общем-то убеждениями там есть общие черты типа там эманации всяких там троек вот этих вот все этого проистечения там единого не единого там не знаю но все это интерпретировалось у разных неоплатоников слишком по-разному поэтому назвать это ну прям ну супер мега единым философским учением довольно сложно куда проще назвать например эпикуризм единым философским учением потому что там все с эпикура до тита лукреция кара но если не все то очень многое ну просто взяло и сохранилось вот 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 по хуизм самая популярная ой по моему наоборот был многим людям слишком не похуй нигилизм понятное дело о философия что ставит под сомнение вообще вообще принятые ценности фундаментальные понятия поняли поняли ребята но полтонизм конечно кальвинизм и прогрессивизм блин сколько учений и философских которые канонически считаются философскими автор не использовал зато есть буддизм его может считать философским конечно а можно не считать кальвинизм тут неожиданно чего блять а литеранство будет например я не знаю а учение цвейга там у нас будет еще чего-нибудь будет не будет наверно ведь протестантизма понятно прогрессивизм это политическая философия поддержку социальных реформ основывается на идее прогресса ну прогрессивизм мне больше знаете прогрессивизм напоминает какую-то характеристику чем какой-то конкретное учение кальвинизм это учение не стану не всегда его можно как философская конечно трактовать религиозное но это хотя бы учение гедонизм блять как философское учение да охуенно тоже не характеристика именно учение прям сидишь и учишь блять как наслаждаться философия о том что наша субъективизм это да философия о том что наша умственная деятельность является единственным неоспоримым фактом нашего опыта и что не существует внешней объективной истины материальный мир также может отрицаться ну субъективизм наверное можно рассматривать как философское учение но скорее эта позиция опять же эта позиция по одному из вопросов чтобы у нас было учение как сати с гедонизмом это тоже позиция по определенному вопросу то что вы выбираете одно из мнений да я вот и сказал сейчас вячеслав что эта позиция вот автора периодически путает с одной стороны какие-то вообще большие метагруппы дисциплины с учениями еще параллельно с позициями отдельными внутри этих учений то есть субъективизм на свойстве не некоторым философским школам как статей гедонизм и учением до школам и учениям они могут быть свойственно как бы внутри учения они комбинируются по-разному и от их комбинации зависит учение не учения но лучше методики хуже ничего не будет так кажется мне просто похуй здесь я не знаю оба варианта не подходят христианский анархизм 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 лол но экзистенциализм ну и вот тоже как группу философских учений можно взять да там много разных авторов много разных мнений позиций внутри экзистенциализма но это хотя бы похоже на учение она считается учением но направление учения там школа вот куда-то вот туда да подходит подходит христианский анархизм пошел вон романтизм философия которая выражает искусство как эмоциональный опыт основанный на оценке эстетики но романтизм не только про искусство вообще парадоксально что автор здесь взял определение романтизма с точки зрения искусствоведения хотя это нам не нужно как философам да если мы как философы сейчас берем и выбираем нужное нам направление мысли ну-то романтизм он может быть представлен если уж как и не школа но как все-таки направление некоторое то есть до заход с точки зрения искусства он вполне допустим на самом деле но у романтизма была своя философия буквально то есть братья шлеги ли они не просто там бабу гоняли собственно они создали антигегелянскую философию вот ну как антигегелянскую антирационалистическую построенную да на эмоциях на эмоциональном опыте но это было встроено в разные области философского познания искусства плюс-минус она уже настраивалась в том числе и на этих идеях и применяли эти идеи уже в рамках разных искусств и поэты писатели художники и все вообще остальные в этом плане важно немножко знаете отличить какую практику романтизм какой практике романтизм следовал в разных видах искусства и с другой стороны какой практике он следовал философии то есть его можно представить как философское учение да только вот здесь то что написано внутри мне не очень нравится определение да не с но она не с точки зрения философии дано вот этот плохо а мы здесь точки зрения философии должны рассматриваться ну солипсизм это тоже группа разных учений философия о том что только прямой умственный опыт является несомненным поскольку вещи внешние по отношению к нашему разуму не могут быть познаны объективная реальность отрицается так нет главное свойство солипсизма то что объективная реальность отрицается ну ладно неважно допустим романтизм все все ошибки мы разобрали кальвинизм или метаэтика метаэтика уходи просто отсюда вообще блять не позорься анархизм или кантианство понятно что кантианство до оси и гильянство отбираем реальные философские учения но все опять романтизм а нет ну не шанс то не шанс то более тонкой на полтонизм картизианство но картизианство подходит под философское учение просто больше буддизм трансидентализм будет но вот эта битва каш постмодернизм круче рационализма очевидно третий этап кальвинизм картизианство картизианство лучше на мой взгляд буддизм гигельянство буддизм мощнее не шанс то кантианство конечно не шанс то это кто выберет кантианство боже мой нож скучно скучно до оси за постмодернизм до оси за очевидно картезианство буддизм конечно буддизм картезия просто разъебывать не шанс то даосизм даусизм древнее могущественнее сильнее оригинальней круче короче чем не шанс то нитша сорян ты конечно сделал большой переворот в истории европейской философии тогда когда она умирала и загибалась от недостатка идей да но все же даосизм более прогрессивный на мой взгляд ну и вот финал буддизм против даосизма неожиданно да причем и даосизм здесь рассматриваем как конкретное философское течение буддизм как групп философских течений в общем то да нет был бы скептицизм был бы просто платонизм неоплатонизм например вот слишком широко и слишком непонятно буддизм хороший на мой взгляд да тоже вариант то есть если было возможность три варианта выбрать я бы не знаю поместил бы чуть европейское сюда тоже но там из европейского ночью не шанс то могло пройти только но не шанс то на мой взгляд даосизма все же проигрывает она не настолько массивная не настолько целостная там много всяких вопросиков на самом деле для ницше имеется вообще вопрос насколько не шанс то можно учением прямо называть потому что у ницше труд трудно с обучением на он получил довольно в кавычках да так то есть не всегда понятно если у него система взглядов или нет системы взглядов и преподавал то есть преподносил свою систему он эту в своих взглядах довольно непоследовательно поэтому ну по сравнению с даосизмом который неожиданно да вы можете прочитать даудзин и охуеть как там все плохо но в случае с джонзин он подан довольно понятно и последовательно хоть и притчами хоть и высказываниями рассказами хоть и диалогами как платон да буквально но все-таки даосизм вполне понятен ну не считая самой позиции адау но там дау есть это онтологическая характеристика явно вот даосизм вполне понятен даосизм буддизм по моему сила но я выбираю буддизм здесь конечно но опять же потому что буддизм вот у блять просто буддизм шире даосизма здесь будет тоже хрен его знает надо было буддизм убрать самом начале просто по той причине что буддизм он представляет собой группу философских подходов так что окей визм все